Вступающих в брак могут обязать предоставлять справку о прохождении анализа на ВИЧ-инфекцию. Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, который расширит список документов, подающихся для регистрации брака. Об этой и других законодательных инициативах в обзорном материале программы. В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий расширение списка документов, подающих в ЗАГС для регистрации брака. Авторы инициативы предлагают включить в него сертификат о прохождении обследования на ВИЧ. По данным разработчиков законопроекта, только в прошлом году среди жителей России выявили свыше 85 тысяч случаев заражения. Это на 7% выше, чем в прошлом году. Авторы инициативы ожидают, что справки, которые будут предоставлять в ЗАГС при вступлении в брак, будут способствовать выявлению скрытых ВИЧ-инфицированных, а также снижению показателей порождаемости инфицированных детей. В России вступили в силу нормы, которая регулирует время приема у врачей, ранее их утвердил Федеральный Минздрав. Так, терапевтам и педиатрам на прием каждого пациента отводится по 15 минут, неврологам и гинекологам – 22 минуты, отоларингологам – 16, а офтальмологам – 14 минут. Вскоре аналогичные нормативы ведут лифтезиатров, дерматовенерологов, эндоскопистов, стоматологов, кардиологов, эндокринологов и хирургов. На заполнение бумаг врачи должны тратить не более 35% времени приема. Повторное посещение пациента должно проходить еще быстрее – в среднем за 80% от времени первичного визита. Пока принятые нормы носят лишь рекомендательный характер и станут обязательными в том случае, если требования внесут в трудовые договоры. Депутаты Госдумы рассмотрят поправки о ежегодном повышении социальных пособий на уровень реальной инфляции. В этом году ежемесячные выплаты федеральным льготникам увеличили на 5,5%, что, по мнению специалистов, недостаточно. Потому предложено ежегодно индексировать социальные пособия до реального уровня инфляции. Впрочем, эксперты сомневаются в принятии такого законопроекта, поскольку следующий год для экономики будет нелегким.